Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена удержаниям и исполнительным документам. Вы видите наши контакты на экране, наши телефоны, адрес электронной почты, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Денис Галина Гардышева. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть до конца, вы можете через некоторое время вернуться на наш сайт, мы выкладываем записи и возможно вы найдете там еще интересные какие-то материалы для себя. Сегодняшняя наша встреча будет проходить вот по такой программе. То есть мы поговорим о том, какие необходимости делать настройки, чтобы в 2024 году работать с исполнительными листами. Ну, соответственно, посмотрим, как провести исполнительный лист, какие документы оформить, так сказать, алгоритм действий, какие отчеты можно посмотреть. Ну и поговорим про дополнительные сервисы, естественно. Наша сегодняшняя программа вебинара будет таким образом осуществляться. Мы будем смотреть нормативные материалы на слайдах и будем переключаться на демо-версии. Сейчас я переключусь вот таким образом. И мы будем с вами смотреть то, о чем поговорили на практике, на двух конфигурациях. На зарплате и управлении персоналом, вот она у нас, и на ERP. На самом деле две этих конфигурации имеют достаточно, имеют одинаковый фактически блок зарплатный, то есть ZOOP-PROF. Поэтому функционал у этого блока практически одинаковый, разница только немножечко в компоновке, то есть в компоновке интерфейса. Поэтому мы некоторые моменты будем смотреть на зарплате и кадрах, некоторые на ZOOP, ну то есть переключаться туда и обратно. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайдики и, так сказать, немножко поговорим про историю, про нормативные факты, которые связаны с удержаниями, которые мы можем производить из заработной платы и, соответственно, это исполнительные листы, то есть удержание алиментов и что у нас сейчас разрешено, что запрещено. Немножко из истории, то есть в 2024 году у нас, собственно говоря, сам исполнительный лист не претерпел изменений, но ужесточены некоторые моменты, которые необходимо полнить при работе с исполнительными листами. То есть исполнительные документы, это у нас бланки строгой отчетности и, соответственно, мы должны соблюдать правила, по которым бухгалтер должен производить с ними операции. Во-первых, проверяется полнота содержания, то есть номер, дата, кем и когда выдан. После этого мы должны зарегистрировать исполнительный документ, то есть исполнительный лист в специальном журнале. То есть записать, зарегистрировать можно и в электронном журнале, то есть достаточно внести исполнительный лист в программу. Но некоторые бухгалтера все-таки по старой памяти страхуются и дополнительно ведут бумажный журнал регистрации. Ну, то есть проще подстелить соломки, чем-то потом что-то доказывать. Соответственно, после получения исполнительного листа мы должны направить уведомление судебному приставу о том, что получен исполнительный лист, такой-то номер, такой-то даты. И ознакомить подроспись с исполнительным документом сотрудника вашего работника. То есть, соответственно, для того, чтобы был выписан исполнительный лист, согласия работника нет. Ябутся, это может быть выполнено судебными органами и передано, например, судебным приставам. А уже дальнейший учет судебного исполнительного листа происходит либо до момента, который обозначен, например, как для алиментов, для достижения ребенком определенного возраста, либо до удержания суммы, которая указана в этом исполнительном листе. То есть, до полного погашения долга. А если на сотрудника у нас поступает несколько исполнительных листов, исполнительных документов, то вот здесь уже начинаются сложности и нужно соблюдать принцип очередности. То есть, мы рассчитываем, исходя из очереди удержания и исходя из оставшейся суммы, которую мы должны еще удержать дополнительно в последующие периоды. Ну, то есть, соответственно, мы сохраняем пропорциональность удержания согласно очередности, указанной в документе. То есть, мы помним с вами, что заработной платы должника нельзя удерживать больше 50% от начисленной суммы. Но есть случаи, когда мы можем удержать больше 50% до 70%. И, соответственно, у нас это регулируется статьей 229 ФСЗ. То есть, в случае, которые у нас позволяют до 70% удерживать, это возмещение гряда здоровью, алименты на несовершеннолетних детей. Ну, соответственно, в случае, если деток больше, чем один. И, соответственно, сюда же приплюсовывается задолженность, если существует по алиментам. Возмещение ущерба в связи с потерей кормильца и возмещение ущерба, нанесенного в результате преступных действий. То есть, в этом случае существуют приоритеты для удержания. Но проводки при бухгалтерском оформлении у нас при этом сохраняются. То есть, дебет 70-го, кредит 76-го. То есть, 76-й счет у нас отражает получателей удержания по исполнительным документам. То есть, соответственно, при перечислении мы делаем проводку либо по кредиту КАС, либо по кредиту 51-го счета. Это сейчас чаще всего 51-й счет, поскольку в большинстве случаев оплата осуществляется через банки. И перечисления наличными сейчас уже достаточно редко используются. И кроме того, что мы взыскиваем сам долг, который у нас указан в исполнительном документе, мы удерживаем почтовые расходы. Почтовые расходы, соответственно, точно так же удерживаются либо через банк, либо, если, например, почтовым отправлением, то через почту могут перевоставляться счета за обслуживание. То есть, как мы уже говорили, размеры удержаний по разным основаниям, очередям. В случае, если у нас указано, например, несколько требований, несколько исполнительных листов, производятся согласно очередности. То есть, к первой очереди у нас относятся алименты, возмещение вреда причиненного здоровью, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормилица и возмещение ущерба, причиненного преступными действиями. То есть, соответственно, в этом случае мы с вами имеем право удержать сотрудника 70% в совокупности по всем исполнительным документам первой очереди. И 50% это если документы второй очереди или возмещение морального вреда, которое относится к первой очереди, в этом случае 50% взыскивается. То есть, вот в этой табличке вы видите, какая очередность на какой случай может использоваться. В 2024 году в связи с тем, что у нас происходили достаточно сильные изменения в отношении НДФЛ и в отношении некоторых других локальных актов, соответственно, изменились и требования, которые предъявляются к исполнительным документам. То есть, в 2023 году, еще с 1 января, у нас установлен особый порядок, то есть, дата фактического получения дохода для оплаты труда у нас теперь не действует. То есть, мы выплачиваем зарплату два раза в месяц и, соответственно, два раза в месяц удерживается НДФЛ. То есть, при каждой выплате, соответственно, удерживаем НДФЛ. То есть, понятие про аванс, как было использовано раньше, когда аванс выплачивался какой-то либо фиксированной суммой, либо в процентном соотношении к окладу, и с него не удерживался НДФЛ, у нас уже не действует. И, соответственно, исполнительные документы в связи с этим тоже претерпели корректировки. То есть, поскольку удержания по исполнительным листам действуют после удержания НДФЛ, то такие удержания мы обязаны производить также два раза в месяц. Однако здесь у нас возникает, ну, скажем так, юридическая коллизия. У нас в нормативных актах, которые содержатся, например, в федеральном законе 134 ФЗ, в федеральном законе 470 ФЗ, в федеральном законе 540 ФЗ, то есть 540 – это федеральный бюджет на 24-й и плановый 25-й и 26-й года, не оговаривается, на какой момент мы должны контролировать прожиточный минимум. То есть за полный месяц или не за полный месяц. Поэтому вот много достаточно вопросов возникало в связи с тем, что если мы делаем удержание НДФЛ и делаем удержание по исполнительным листам, то за какой период мы должны учитывать прожиточный минимум. Здесь, в общем-то, возникает такой момент, что ориентироваться в этом случае нужно на положение 229 ФЗ закона и это статья 446, то есть о том, что одним из принципов исполнительного производства является сохранение заработной платы и иных доходов гражданина в размере прожиточного минимума ежемесячно. То есть таким образом мы можем сделать то, что и, соответственно, когда мы проводим удержание, то контролировать состояние прожиточного минимума мы должны по состоянию на каждый месяц. Чтобы работать с документами по исполнительному производству и в конфигурации 1С зуб и в конфигурации 1С зарплата и управления персоналом мы должны выполнить определенные настройки. Соответственно, эти настройки мы начинаем, в общем-то, работу с исполнительными документами, с этих настроек. Поскольку у нас и зуб, и ERP содержат очень похожие и настройки, и порядок их выполнения, мы будем переключаться на зуб и на ERP в большем случае, когда они будут отличаться. Ну вот таким образом мы с вами сейчас посмотрим слайдик, как включить настройку настройку удержаний в разделе ERP. Значит, мы с вами начинаем с НСИ и администрирования, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Соответственно, мы выбираем с вами, сейчас переключаемся, включаемся и выбираем НСИ и администрирование и нас интересует раздел заработная плата. Мы переходим по этой ссылке и у нас есть вот такая гиперссылка, по которой мы можем настраивать начисление и удержание. Ну и, естественно, если вы включаете какие-то настройки, особенно НСИ и администрирование, это, так сказать, группы настройки, которые активизируют некоторые функциональные опции. Если это не выполнить, то эти опции у нас не отражаются в подразделах. И поэтому здесь основное внимательно читать, что мы активизировали. Соответствует это вашим реалиям бизнеса или нет. Например, вот настройка начислений и удержаний. То есть, соответственно, мы выбираем удержание и проставляем флажок, вот такой, чекбокс, по которому у нас будут учитываться удержания по исполнительным документам. Соответственно, в этом случае, когда мы его проставили, у нас появляются в разделе зарплата необходимые опции. И мы можем уже использовать весь, скажем так, функционал, который предусмотрен. Сейчас мы переключимся с вами на зарплату и кадры, на конфигурацию зарплаты и кадры. И здесь у нас точно такая же ситуация, только немножечко по-другому называется. То есть, у нас в меню настройка есть пункт удержания. И мы, соответственно, точно так же, как и в ERP, можем настраивать удержание, которое относится к исполнительному, ну, конкретно к исполнительному листу через кнопочку «Создать». Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам. И немного позже посмотрим, каким образом мы настраиваем дополнительные, настраиваем удержания и как мы можем на них их регулировать. А пока посмотрим меню зарплата. То есть, вот у нас в меню зарплата появляется вот такой раздел удержания, алименты и другие удержания и исполнительные листы. Точно такое же меню у нас есть и в ERP. То есть, в меню заработная плата у нас имеется блок удержания. И, как вы видите, тоже самое алименты, другие удержания и исполнительные листы. Значит, после того, как мы настроили или выбрали нужную настройку, мы с вами вот в таком интерфейсе, как вы видели, здесь мы переходим по ссылочке удержания по исполнительному листу и можем настроить и добавить или исключить какие-то определенные начисления, если они у вас присутствуют из налогооблагаемой базы. И еще одна картинка, то есть удержание по исполнительному документу. это у нас касается уже конкретного интерфейса. Сейчас мы на него переключимся. Вот у нас зарплата управления персоналом, исполнительные листы, другие начисления. И вот конкретно исполнительный лист. То есть мы с вами вот так попадаем в исполнительный лист. Значит, здесь основная задача правильно и без пропусков заполнить соответствующие информацию в справочниках. То есть мы выбираем организацию, для которой выпущен исполнительный лист. Выбираем сотрудника, который конкретно у нас является плательщиком. И получатель, то есть это третье лицо. В любом случае, если это например, получатель алиментов, то задаются сведения, которые касаются физического лица, если физическое лицо является получателем. И соответственно вот такой интерфейс, где мы должны задать адрес получателя. Но обратите внимание, что здесь для того, чтобы не ошибиться, у вас должен быть погружен справочник классификаторов адресов Кладр или ФИАС. поскольку это у нас демонстрационная база, у нас эти справочники здесь не подключены, но после их подключения вы можете проверить естественно порядок заполнения, то есть вы определяете муниципально, например, Калининградская область или там Московская область и так далее. Ну, соответственно, заполняйте этот справочник. И период, которого вы должны удерживать, производить данные удержания. Сейчас мы еще раз вернемся обратно к нашим слайдикам. Вот так сделаем. это мы повторяем то, что уже посмотрели с вами на демо-базе, повторяю слайдик, чтобы вы не забыли, так сказать, провести активацию этой настройки. И вернемся еще раз к нашим демо-базам. И в ERB у нас практически такой же интерфейс у исполнительных листов. только немножко другая компоновка. То есть и алименты, и другие удержания, и исполнительные листы. На самом деле, если мы переходим по этой ссылке, мы попадаем в журнал исполнительных листов. И по кнопке создать у нас есть возможность либо создать исполнительный лист, либо создать исправление или уточнение к исполнительному листу. начисления, которые для исполнительного листа мы используем, у нас перечислены вот здесь, то есть период действия исполнительного листа. Если у нас задана вот здесь дата, например, если у вас исполнительный лист связан не с элементами, а с какими-то кредитными историями или причинением ущерба, то, соответственно, здесь может стоять конечная дата, после которой будет автоматически прекращена процедура удержания. Или если это алименты, то может быть указана дата, когда ребенку исполнится, когда он достигнет соответствующего возраста, когда прекращаются удержания элементов. У вас может быть фиксированная сумма и может быть процентом. Обратите внимание, что вы выбираете от заработка или от прожиточного минимума. От прожиточного минимума это указывается в случае, если, например, на несколько детей исполнительный лист выдан. и после того, как вы заполнили основные сведения, вот по такой ссылке отображается, как будет указан исполнительный лист. Если мы переходим по этой ссылочке, у нас открывается дополнительное окно, листом, где указываются реквизиты исполнительного листа, то есть номер, дата, кем и когда выдан, ну и соответственно, мы имеем возможность здесь выбирать, то есть либо у нас исполнительный лист и его реквизиты мы указываем, либо мы допустим соглашение об уплате алиментов, то есть если в этом случае не исполнительный лист, то есть не через службу судебных приставов, а в добровольном порядке согласия об уплате алиментов. Мы выбираем например другой документ, неисполнительный лист, но реквизиты точно так же указываем как и при исполнительном листе. После этого в печатных формах у нас будет отображаться данная информация. Обратите внимание, что есть возможность указывать через платежного агента, в этом случае мы должны проставить вот здесь вот соответственно отметить чекбокс, красивую зеленую галочку поставить и указываем какого конкретного в моем случае банк-оредитор на самом деле может быть другой кредитный агент. И в этом случае мы указываем реквизиты этого платежного агента и его вознаграждения, потому что если у вас банк выступает в качестве платежного агента, естественно должны указать его реквизиты для перечисления вознаграждения. если нет, эту галочку мы можем снять и тогда становится неактивным это поле. Обратите внимание вот на что. У нас есть возможность распечатывания исполнительного листа и получения отчетов прямо из самого исполнительного листа. А здесь мы можем вывести на печать учетную карточку исполнительного документа и учетную карточку с оплатами. То есть можно получить две печатных формы. Ну, допустим, вот таким образом отражается у нас карточка исполнительного документа. Ну, соответственно, периоды, суммы НДФЛ удержаны и сколько было удержано нашего работника. И кроме этого нам доступны прямо из исполнительного листа обычные отчеты о движении документов и то есть мы видим здесь регистры по которым происходили движения. ну и соответственно отчет кроме такого отчета мы можем вывести описание процесса. Но кроме этого здесь доступна клавиша создательное основание и изменение внести изменения в исполнительный лист. обратите внимание внести изменения в исправительный лист мы можем и из конкретного документа из исполнительного листа и из журнала исполнительных листов здесь есть точно такая же кнопка внести на основании и мы отсюда точно в такое же диалоговое окно попадаем и можем вносить изменения если мы используем этот функционал то в этом случае у нас используются данные которые были применены в первоначальном исполнительном листе то есть вот видите у нас исполнительный лист идет ссылка на первоначальный документ идет ссылка на получателя и соответственно какие изменения мы вносим и с какого периода ну например изменить удержание с какой-то даты конкретной или прекращение исполнительного листа прекращение удержания либо в связи с удержанием необходимой суммы либо с наступлением какой-то даты которая прекращает обязательства ну и так мы сейчас это закроем соответственно прекращение исполнительного производства отмечается отражается тоже таким же образом то есть мы прекращаем на основании какого-то документа то есть либо удержание необходимой суммы либо достижение ребенком определенного возраста так сейчас позакроем и сам журнал исполнительных документов то есть у нас выводится вот в такой печатной форме соответственно если можно так выразиться необходимость распечатки таких документов именно журнала исполнительных документов у нас выполнено но естественно расписаться за получение например или за получение исполнительного документа или за передачу исполнительного документа в электронном журнале мы не можем снова переключимся на наши слайдики это вот вы видите слайдик того что мы с вами посмотрели по зарплате и управлению персоналом то есть исполнительный лист абсолютно такой же как мы видели в ERP и абсолютно такой же интерфейс по внесению дополнений про для отражения в платежных документах информации о вашем исполнительном производстве и вот как выглядит то что мы посмотрели уже диалоговое окно для внесения информации об реквизитах исполнительного производства на самом деле кроме того что мы ввели кроме того что мы ввели информацию об исполнительном листе и об удержаниях у нас с вами сейчас мы посмотрим еще другой момент так это мы уже все с вами посмотрели кроме того что мы активизировали функцию работы с исполнительными документами настроили состав удержаний в каких случаях у нас с какой базы удерживаются производится удержание по исполнительному листу у нас с вами есть еще в меню заработная плата то есть например вот я сейчас открываю ERP есть достаточно много отчетов где мы можем посмотреть как проводится удержание то есть вот этот пункт отчеты по заработной плате то есть в меню удержания мы с вами заводим новые исполнительные документы ну либо прекращаем движение по уже окончившим свой жизненный цикл скажем так по уже отработанным исполнительным документам в разделе отчеты по заработной плате у нас есть целый блок отчетов по исполнительным по удержаниям и если мы используем ERP то у нас этот блок располагается вот здесь то есть удержание удержание по исполнительным листам и алиментам ну кроме этого мы с вами можем посмотреть удержание по займам и удержание зарплаты по другим основаниям а в конфигурации зарплаты управления персоналом у нас в разделе заработная плата сейчас мы с вами это есть абсолютно точно такой же отчет отчет по заработной плате и как вы видите здесь у нас практически идентичный интерфейс то есть мы можем посмотреть и займы сотрудникам и удержание и исполнительные листы соглашения об уплате алиментов то есть здесь у нас функционал одинаковый значит мы соответственно задаем период за который нас интересует посмотреть и либо выбираем организацию в этом случае у меня будет по конкретной организации отчет либо если я не выбираю юридическое лицо то соответственно по всем юридическим лицам будет сформирован необходимый отчет так поскольку у меня здесь не у всех есть вот так ну здесь у меня по одному только сотруднику есть и только за два месяца как в примере если будет больше соответственно будут отражены все а сейчас посмотрим в ERP то есть какие отчеты мы сможем посмотреть здесь у нас абсолютно идентичные отчеты к сожалению не вернемся к этому отчету по ERP немножечко позже на самом деле это отчеты абсолютно идентичные и посмотреть мы можем в разделе зарплата отчеты по заработной плате а сейчас снова обратимся к нашим слайдикам то есть это мы с вами посмотрели отчеты по которые мы можем с вами посмотреть через меню отчеты по заработной плате но на самом деле посмотреть удержания которые произведены по нашим исполнительным документам мы можем и в другом и в других не только в отчетах но и через некоторые другие документы ну например в отчете мы с вами сейчас посмотрим вот вот такой документ начисления заработной платы начисления заработной платы это у нас документ который фиксирует начисление за вторую половину месяца соответственно у нас здесь есть разные закладочки начисления договоры и есть закладочка удержания на закладочке удержания у нас с вами будет отражен именно отражено удержание по исполнительным документам мы сейчас снова посмотрим с вами это на наших демо базах и вот оно меню зарплаты и соответственно начисления зарплаты и взносов здесь хочется напомнить про один момент то есть начисления зарплаты и взносов вот через это через это меню это у нас начисления за вторую половину месяца если мы делаем через все начисления делаем начисления за первую половину то есть создаем начисления за первую половину месяца то у нас точно так же возьмем уже готовое у нас есть закладочки удержания ндфл и корректировки выплаты то есть соответственно если у нас будет какое-то удержание то она будет проходить вот по этой закладочки и если у нас начисление за вторую половину месяца вот начисление зарплаты и взносов то вот наши закладочки на каждой из которых отражается соответствующая информация по нашим удержанием то есть в зависимости от того как кто из сотрудников имеет имеет исполнительные документы то есть удержание по исполнительным документам или по кредитам или по каким-то другим основаниям мы можем посмотреть на вот документах начисления зарплаты не входя в режим режим отчетов по заработной плате но это бывает удобно когда надо на так сказать проконтролировать в ходе создания документов и когда вы уже анализируете то тогда конечно удобно использовать этот режим как мы с вами смотрели уже журнал учет исполнительных документов это общий журнал который мы с вами используем вот из этого интерфейса соответственно мы с вами можем вывести как печатную форму так и корректировочную то есть у нас доступно создание изменений исполнительного листа и печати карточек и из общего журнала из конкретного документа то есть изменение исполнительного листа и печати нам доступно и из самого документа и из общего журнала в общем то особых изменений в двадцать четвертом году при работе с исполнительными документами у нас не произошло кроме того что мы должны стали контролировать прожиточный минимум и к этому прожиточному минимуму с первого января двадцать четвертого года нужно проявлять повышенное внимание а потому что изменился прожиточный минимум и соответственно контролировать чтобы не оказалось что сумма которую вы удержали сотрудника оказывается больше чем прожиточный минимум или больше чем вы имеете право удержать сотрудника больше процентов например еще при контроле за исполнительными документами важно соблюдать такой момент важно соблюдать правила работы с этими листами в отношении того как к вам попадает исполнительный лист например или через службу судебных приставов либо вам сотрудник может принять принести исполнительный лист самостоятельно значит в том случае если вы работаете через службу судебных приставов то при получении исполнительного листа вы должны уведомить инспектора конкретного судебного пристава о том что вы получили исполнительные документы например там по почте или курьером курьером в этом случае требуется требуется уведомить судебного пристава естественно в случае если вы прекращаете прекращаете взыскание по какому-то основанию то есть мы сделали с вами изменение исполнительного листа и например с такого-то числа прекращи прекратили удерживать например суммы и обязательно выслали уведомление об этом судебному приставу если вы получили исполнительный лист или другой исполнительный документ например из рук вашего сотрудника он вам лично передал то в этом случае вы все равно должны уведомить службу судебных приставов о прекращении взыскания по конкретному исполнительному листу так сейчас мы это позакрываем поскольку это уже с вами посмотрели и обратимся вот к чему сейчас это на базе ERP мы с вами посмотрим на базе ERP у нас с вами есть дополнительные возможности в меню зарплата и точно такая же возможность у нас есть из меню кадры получить доступ к сервису 1С кабинет сотрудника и точно такая же ведь у нас есть вот здесь позиция меню значит это возможность сотрудникам получать справки об удержаниях о начислениях о каких-то дополнительных дополнительных справки минуя сотрудников бухгалтерии то есть это личный кабинет который позволяет собственно говоря сейчас мы с вами подробно посмотрим позволяет подключить этот сервис подключить либо через интернет либо на сайте ваш либо на вашем сайте вашей базе и соответственно в этом случае человеку не надо обращаться к бухгалтерии достаточно вот следуя вот таким гиперссылкам подключить ее подключить подключить кабинет сотрудника напрямую посмотреть более подробно то что позволяет данный сервис и подключить в общем-то не используя дополнительных услуг IT специалистов но в этом случае у вас должна быть подключена функция 1С 1С отчетность то есть 1С отчетность это у нас раздел где у нас собраны все все сведения и дополнительные дополнительные функции как мы общаемся с налоговыми органами с фискальными но 1С отчетность это еще и дополнительный сервис который позволяет нам напрямую напрямую взаимодействовать с сайтом налоговых органов например и вот если я перехожу в журнал регламентированных отчетов то у меня появляется вот такая вот реклама где программа сама себя хвалит пишет какая она зайка и мы можем подробнее прочитать про этот сервис по этой ссылке ну и подключиться к отчетности прямо сейчас то есть не не требуется для этого участия IT специалистов или каких-то специальных специальных навыков программистов или сис админов и соответственно в этом случае нам доступно уже сведения из личного кабинета предприятия ну а для сотрудников это возможность использовать сервис 1С кабинет сотрудника сервис 1С отчетность у нас доступен и из меню зарплата и из меню регламентированные учеты то есть для удобства это размещено в нескольких подразделах перейти в каждое из этих меню мы можем в зависимости от того что используем для расчетов для чего у вас есть допустим допуски потому что в регламентированном учете может быть доступ для специалистов которые работают с зарплатой может быть закрыт а меню зарплата обычно используется для работы ну расчетчиков специалистов по начислениям и так далее и еще один момент хотелось бы обратить внимание на сервис личных кабинетов то есть личный кабинет у нас есть личный кабинет сотрудника это один сервис который позволяет вашим сотрудникам получать справки дополнительно минуя бухгалтера не тратя его времени и личные кабинеты у нас и есть для предприятия то есть позволяют контактировать с налоговыми органами то есть видите налоговая инспекция социальный фонд россии это бывшие фсс и пенсионный фонд то есть здесь мы можем смотреть личные кабинеты по проверкам и личные кабинеты по работе с электронными листками нетрудоспособности социальными выплатами и так далее и кроме этого у нас еще обратите внимание нужно уделить обязательно внимание статистике и дополнительно портал государственных услуг статистике потому что сейчас уже второй год применяются активно штрафные санкции то есть статистика имела право применять штрафные санкции и раньше но до практики обычно дело не доходило ограничивалось ай-яй-яй прислите нам отчет и так далее но практически с позапрошлого года статистика начала применять уже свое право и штрафовать причем штрафовать конкретно допустим для первого случая правонарушения по срокам подачи отчетности по объему то есть по количеству статистических отчетов это для первого раза 70 тысяч рублей для повторного правонарушения это уже 150 тысяч рублей то есть согласитесь перейти по вот этой ссылочке посмотреть по своему что вы должны продавать гораздо проще чем потом платить такие штрафы и почему портал госуслуг на него стоит обратить внимание потому что в этом случае вот через портал госуслуг мы к сожалению сейчас подробно не посмотрим потому что у нас домоверсия которая содержит придуманные данные сейчас закроем а соответственно здесь в рабочем режиме введя свои регистрационные данные можете получать информацию по поводу записаться на прием получить какие-то сведения справки и так далее и еще один момент тоже обратите на него пожалуйста внимание достаточно удобный сервис у нас возник банк россии личный кабинет это для предприятий которые на самом деле имеют какие-то кредитные продукты то есть либо кредитные линии в банках либо еще какие-то кредитные какой-то какой-то кредитный набор сервисов и вынуждены подавать ежемесячно или ежеквартально информацию в банке в этом случае здесь мы можем в личном кабинете сохранять информацию которую мы должны им отправлять и в случае необходимости повторить например какую-то информацию или сформировать новую и почему я делаю акцент на этом сервисе то есть банк россии а потому что здесь же мы можем сохранять машиночитаемые доверенности то есть сейчас машиночитаемые доверенности это достаточно активно использующийся сервис и это дополнительное ну скажем так средство для для использования этих документов теперь мы снова с вами переходим на наши слайдики и собственно говоря и последний слайдик это мы с вами смотрели уже меню зарплата отчеты по заработной плате из ERP то есть это вот у нас располагается вот здесь ERP отчеты по заработной плате и собственно говоря кроме соглашения по плате алиментов и исполнительные листы листы сейчас я его сформирую еще раз нет не сформирую получится только вот отсюда вот так соответственно мы с вами можем сделать настройку удержания удержания ну например по умолчанию у нас с вами присутствует удержание по исполнительным листам но мы можем добавить или например подкорректировать эти соглашения мы с вами здесь уже были настройка удержание вот удержание по исполнительному документу мы можем с вами либо подкорректировать уже имеющийся документ либо допустим сделать какой-то новый и соответственно если заполняем закладочки расчет базы и закладочка описания расчет базы то есть соответственно мы можем в базу начисления добавлять какие-то или убирать какие-то дополнительные сведения и если мы добавляем через через подбор выбирать какие-то дополнительные начисления которые например должны войти которые используются конкретно на вашем предприятии то есть закладочка основной у нас мы называем как будет это называться это удержание то есть видите на самом деле исполнительный лист это не все удержания которые мы можем использовать то есть мы можем использовать и достаточно много других но на самом деле обратить внимание ваше я хотела вот на что поскольку у нас дважды в месяц начисляется НДФЛ то соответственно и вот здесь мы должны проставить чек бокс потому что удержание у нас будет использоваться и при начислении за первую половину месяца и при начислении за вторую половину месяца вот видите здесь есть комментарии то есть если вы сомневаетесь то соответственно вы можете воспользоваться вот этими вот подсказками так и кроме этого мы можем дополнительно создать абсолютно новое учисление например прочее удержание в пользу третьих лиц ну и дальше здесь выбирается результат расчета если я выбираю что он рассчитывается я задаю алгоритм расчета если он не рассчитывается выбираются фиксированной суммой интерфейс видите немного изменяется окошко для ввода расчета пропадает но обратите внимание если мы вводим новый какой-то расчет то вот этот сложок мы обязательно с вами должны не забыть так на этом в общем-то мы с вами к сожалению свое время уже выбрали и возвращаемся к первому слайдику мне хотелось показать вам еще раз наши контакты наши телефоны телеграм контакты и пригласить вас к сотрудничеству мы будем очень рады оказаться вам полезными мы проводим осуществляем весь спектр работы с программами 1С и продажа и настройка и доработка так что милости просим и если у вас есть какие-то пожелания или вопросы мы будем рады на них ответить отправляйте их удобным для вас способом либо на почту либо по телефону мы будем рады и соответственно мы сможем уделить в этом случае вам больше времени потому что уже не будет таких жестких рамок по ответу как при вебинаре на этом разрешите пожелать вам всего доброго надеемся на совместное сотрудничество до свидания и на и на и а